Всем привет! Пока вы просыпаетесь и делаете первый глоток кофе, утренняя команда ТВ-21 уже приступила к своим обязанностям. Сегодня 23 сентября, понедельник. Да, понедельник не самый приятный день. Возвращаться в рабочий график непросто, но не стоит огорчаться из-за того, что неотвратимо. Стоит поискать в этом новые возможности. Итак, новые возможности. Тема выпуска смотрите в программе. Мурманск принял участие во всероссийском забеге. Много чего увидели, кое-что опробовали на себе и теперь готовы об этом рассказать. В гости этого утра, покорители Кавказа. Доброе утро, дорогие друзья! Это утро я встречаю на Рябиновой аллее неспроста, ведь сегодня день рябины и более подходящего периода для этого праздника не найти. Сами подумайте. Но осень отлично подходит не только для этого символичного дня. И интересно было бы узнать, для каких начинаний подошла бы еще осень. Все учебные мероприятия начинаются в сентябре. И осенью, как бы, что сегодня? Ну, осенью, конечно, да. Все отдохнули с новыми силами. Бодрость придает осень. Огромные урожаи собирают. Особенно частники, да, конечно. И вот эти вот гром, молния, все эти явления природы, конечно, они даже красивы. В спячку надо впадать осенью. Вот что надо делать. А ничего не начинать. А вот наоборот, да? Да, у меня вот такое вот. Я думал, что нужно подготавливаться к зиме. Это, наверное, самое хорошее начинание. А как подготавливаться? Ну да, как подготавливаться? Душа, она. Морально? Морально, да, по-разному. А физически как зиме подготовиться? А физически все готовы. Мы летом наелись фруктов, свежих овощей. Начать вести здоровый образ жизни. Осенью самое подходящее время для этого. Да, готовиться к лету. Начинать готовиться к лету. Заранее, да? Да. Ну, наверное, для того, чтобы начать худеть. А вообще, хорошая есть осень. Кофе ты и я. Жаль, что каждый у себя. На мой взгляд, осень отлично подойдет для того, чтобы слезть с надоевшей и обременяющей диеты. Потому что зимой под толстым слоем куртки и свитера никто уже не увидит твоих лишних кило. Хорошего вам дня и теплой осени. Сегодня, 23 сентября, на Кольском полуострове ожидается облачная погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 4,7 метра в секунду. В Кандалакше до 7 градусов. В Апатитах Пикировске плюс 4. В Никеле и Заполярном 3 градуса выше нуля. До 5 поднимется столбик термометров в Североморске. В Мурманске плюс 3, плюс 5 градусов. Удачного вам дня! Всем привет! Это утро мы встречаем в долине Уюта, где проходит большое спортивное мероприятие под названием «Кросс-нации». Сейчас расскажу все подробности. Всероссийские соревнования «Кросс-нации» это самая масштабная по количеству участников и географии проведения спортивного мероприятия. Мурманская область принимает в нем участие уже в 15-й раз. Давайте друг друга не подведем. Холодная погода нас не пугает. Северные люди самые мощные и сильные. С праздником! Удачи! И отличного настроения! Всего в России на старт вышли более 450 тысяч человек. В городах Кольского Заполярья около 4 тысяч северян. Среди них профессионалы и любители, люди старшего поколения и совсем юные бегуны. Это моя дочка Лена. Ей еще трех лет нет. Она тоже побежит с участниками. Надеть форму малышки помогает вся семья. Здоровый образ жизни – это всегда классно, и надо поддерживать молодежь. Поэтому мы пришли. Мы пришли с детским садом, номер 21. Мы участвуем, наверное, чтобы приобщить немножко к спорту. Я с женой, с ребенком здесь. Я почему решил? Не знаю. Предложили, не отказался. А ты какой спорт любишь? Бег. Первыми дистанцию пробежали дошколята. За ними участники школ и уже после все остальные. Александр Алексеев спортом занимается всю жизнь. Его любимый вид – лыжные гонки. А бег – это промежутки между лыжами. Для того, чтобы поддерживать свое состояние здоровья, свою форму, интерес к жизни. Движение – это всегда жизнь. Артем Аванесов профессиональным спортсменом себя не считает. Но в день массового забега дома оставаться не захотел. Есть такой, скажем так, начинающий любитель, продвинутый любитель, потом уже профи там и так далее. Но я продвинутый, скажем так, любитель. Сколько лет занимаетесь и чем? С 12-го года занимаюсь бег, плавание, кроссфит. Бегу, как и любви, все возрасты покорны. И это на своем примере доказала пенсионерка Валентина Федоровна. Ей исполнилось 85 лет. Она находится в прекрасной физической форме. До войны бег, ну и лыжи. Во время войны бег и лыжи. В институте бег, лыжи, бассейн, то есть плавание, все что угодно. Спорт в ее жизни играет особую роль. Ведь дети Валентины Федоровны – мастера спорта. Теперь к активному образу жизни она приобщает и внуков. Бегу, потому что бегу, потому что не могу не бежать. Региональный этап кросса нации в Мурманске состоял из семи забегов. У каждой группы была своя дистанция – от 100 метров до 8 километров. Иван Герасимов, Борис Савельев, ТВ21 С добрым утром! Мы уже успели рассказать про кросс нации. Пару слов замолвили про день рябины. 23 сентября у рябины именины. После первых заморозков ягоды становятся сладкими. Веточками рябин украшали раньше окна, двери. Впрочем, в Розде прекрасно смотрится и в любом современном интерьере. Через пару минут на этом красном диванчике появятся гости. Так что не переключайтесь, смотрим далее. Азербайджан, Грузия и Армения – новый проект от команды «Три индиота». Для активных и любознательных в рубрике «Удачное утро» – день открытых дверей в школе «Эмма-Скул». Итак, на нашем красном диванчике хорошо знакомы вам гости. Это Константин Иванов, Ксения Мэри и Александр Суняев. Еще нет, правда, Вани Герасимова, но мы просто будем иметь его в виду. Он должен был здесь быть. Итак, с добрым утром! Дилам Шведобоса. Это... На грузинском. Добрый. Бари Аравот. Это на армянском. Салам, сестра. Ну, это азербайджанский. Три индиота. На карте изученных стран – Камбоджа, Вьетнам, Индия. Теперь добавились Азербайджан, Грузия и Армения. Если раньше они путешествовали сугубо мужской компанией, то в этот раз их напарником стала мурманская актриса Ксения Мэри. В новом сезоне зрители ТВ-21 увидят документальный сериал «Рыжая бестия» на Кавказе. Главный принцип их путешествий – максимально бюджетно. О том, что понравилось, что запомнилось и что хочется повторить, расскажут прямо сейчас. Ксения, где было вкуснее всего? Ну, смотри. Для начала я люблю скорее вкусно попить, чем вкусно поесть. Поэтому вкусно было везде. Но прям в душу запали, в сердце, в желудок, вернее. Это хинкали из Батуми. Да. И азербайджанский хаш. Костя, например, он не понравился совсем, он его не стал даже пробовать, потому что он очень-очень сильно пах бараниной. Но там есть секретик такой, если туда капнуть капельку уксуса и положить чуть-чуть чеснока, вот этой вот чесночной кашки, то он приобретает просто вкус живительного напитка. Так, если ты так аппетитно ела, то куда это все отложилось? Мы ходили, у нас какие-то страшные цифры, просто показывали наши шагомеры на телефонах, поэтому все куда, впечатление. Ого, ничего себе, вот туда. Саша, мне кажется, что ты самое рациональное звено в этой цепочке. Скажи, где было дешевле всего? Я скажу так, вот если брать три страны в целом, дешевле было везде по сравнению с Россией, с Мурманскими. С курортами Краснодарского края. Это однозначно, это прямо очень разные цены. Больше всего меня, наверное, поразило в Азербайджане, это стоимость еды в целом, если брать. В Армении стоимость такси. Проезда. Такси, это вообще шикарно. За 100 рублей можно доехать, условно говоря, от Мурманска до Оленигорска. На семерке отечественной. Там очень-очень автопром отечественного советского периода очень сильно развит. Мне кажется, все автомобили с России вот туда сгоняются. А в Грузии, я не скажу, что что-то одно меня поразило в качестве, может быть, дешевле и дороже. Меня поразили люди. Вот там просто вот очень классно. Но я бы не сравнивал бы эти три страны между собой. Они все классные. И все разные. Да, обязательно. Они все разные. Костя, вот Саша немножко про людей так затронул. Но я знаю, что ты любитель поболтать на улице. Да. Были какие-то встречи необычные? Да, там, собственно говоря, все встречи были. Ну, не то чтобы необычные, но мы старались постоянно идти на контакт. Разговаривали много с местным населением. Я узнавал. Непосредственно мне было интересно, какие у них отношения, как у них с работой, как у них личные отношения. То есть везде выяснял. И даже еще по ходу где-то кому-то помогал что-то ремонтировать. Например, что это? Мы строили храм огня. Ну, это строили храм огня, это для видео. А так не для видео. Помогали красить Батуми. Ну ничего себе. Да, да, да. Кафе покрасили в Батуми целую стену. Ну, то есть где-то... Мы же жили в основном в хостелах, и там в любом случае что-то где-то можно было подкрутить. Но люди же понимали, что вы из России. Как они к вам относились? Очень замечательно. Как принимали? С распростертыми объятиями, открытыми сердцами, полными столами от вкуснейшей еды. На самом деле они там, ну могу сказать, другие, не такие, как здесь. То есть они там, ну, погода, климат, они радостные, более открытые, да, честные, ну, все такое. То есть никакой агрессии за все путешествие с нами никогда не было. Вот, каких-то особых конфликтов. Ксения, на Кавказе очень трепетное отношение к женщине, и приветствуется скромность. Но ты девушка яркая, экспрессивная. Как они тебя воспринимали? Хорошо, кстати, очень по-подружелюбному, потому что переживала, что может быть такой момент, опять же, Азербайджан мусульманская страна, и тоже возникал вопрос, а можно мне одеть платье сегодня, потому что очень жарко, или, например, лучше одеть штаны, там, закрыть коленки. Но так как, опять же, Баку столица, город большой, там, как в любой столице, чего только не увидишь, но тут же рядом с девушкой, которая идет в коротеньких шортах и с голым животом, идет девушка абсолютно полностью закрытая, у которой мы видим только глаза. Вот. Такое видели, но сама и себя не ограничивала, потому что все места достаточно туристические. А маленькие города, опять же, взгляды были, но один и быстро глаза убирали. Я самоблюдал, очень скромно они смотрели. И никакого дискомфорта не испытала я. Но так случилось, что, открою маленький секрет, что Ксюша в Грузии вышла замуж. Это что вообще? Да, да. Нельзя? Это какая серия? Потому что это очень большая интрига, да, это Грузия. Смотрите выпуски, там все увидите. Это город Сигнахи. Город любит. Костя, вот ты приехал в Мурманск, вспоминаешь этот Кавказ, ну, блин, вот я этого не сделал, не попробовал, и так сожалеешь об этом. Что это? Хаш. Честно могу сказать, что, наверное, такого нету. Я пробовал все, что видел, ну, старался попробовать или познакомиться, или как-то. Ну, естественно, хотелось бы съездить еще, потому что за тот срок мы прошли, проехали три страны, и очень быстро. Мы успевали все смотреть, но не успевали везде там полностью насладиться. Ребята даже успевали искупаться нам, к сожалению. Мы всего не искупались. Нам не повезло с погодой, поэтому в Батуми мы искупались всего один раз, но Костя, командант, искупался сколько, два или три. В Сиване, в Армении они тоже плавали, несмотря на... Даже и шторм какой-то невероятный. А вы изучали только современную жизнь, или немножко копнули и достопримечательности? Вот культура, история, этим успели? Да, да, мы были в разных интересных местах, видели, ну, как бы достопримечательности. Мы были даже в таких местах, о которых сами местное население не знают. Мы были в Ереване, в подземном, ну, как бы в подземном храме таком. Сами местные даже не знают, где он находится, а мы знаем. Обязательно посмотрите, это очень невероятно. Да, оно заслуживает отдельного вообще разговора. Очень сильно, да. У нас в путешествии было все от дикого смеха на уровне того, что уже болели у ребят кубики, а у меня шарик. Все, что вместо них. Да, 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 да. И до момента, когда мы просто стояли и рыдали, потому что эмоции были, и вот эти качели эмоциональные, мы на них раскачались и прошли все три страны. А зрители это увидят? Обязательно, да. Ну, мы не скрываем. У нас жанр такой, это не постановочные съемки. Это вот то, что мы чувствуем в этот момент, то мы, соответственно, и выдаем. Поэтому, да, обязательно и слезы, и сумасшествие. А следующий билет куда вы купили уже? Следующий билет мы хотим, ну, не скажу, что прямо на 180% развернуться куда-то в другую сторону, но мы хотим немножко поменять профессию, скажем так. То есть люди, которые веселые, озорные, ездили в Камбоджу, на Кавказ, в Индию. Мы все равно это отдыхали. Мы решили немножко сменить профессию и поехать в цирк. То есть мы будем работать в цирке. Мы не будем там отдыхать, мы будем работать в цирке, развлекать клоунами. Угадай, угадай, хотел сказать. Я думала, может быть, ухаживать за верблюдами. Ну, там верблюдов не будет, но в том числе за животными тоже придется и убирать, и гулять, и какие-то организационные вопросы решать, ну, и в том числе и выступать придется. Ну, это будет больше уже, наверное, к документальному проекту, когда через себя мы, люди, которые ни разу до этого, условно говоря, не практиковали такое, попадаем вот в это настроение. Но это еще только будет. А сейчас можно сказать телезрителям, чтобы они смотрели сериал на ТВ-21 «Рыжая бестия» на Кавказе. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, на сегодня, 23 сентября, 63 рубля 84 копейки. Курс евро 70 рублей 59 копеек. 10 норвежских крон сегодня равны 71 рублю ровно. Путешествия, спорт, увлекательное чтение, общение с людьми, животными, природой – все это дает нам безграничные возможности для того, чтобы изменить жизнь. И если вам кажется, что небо заволокла сплошная туча, это не так. Где-то в уголке все равно есть маленький просвет. Главное – его вовремя заметить вместе с нашим утром. Смотрим далее. Три индиота начинают новый сезон. Большое путешествие по Кавказу начинается. Хореография, фотоискусство и китайский язык. Чему еще можно научиться в школе комплексного развития «Эмма-Скул»? Сегодня, 23 сентября, на Кольском полуострове ожидается облачная погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный – 4,7 метра в секунду. В Кандалакше – до 7 градусов. В Апатитах – Пикировске – плюс 4. В Никеле и Заполярном – 3 градуса выше нуля. До 5 поднимется столбик термометров в Североморске. В Мурманске – плюс 3, плюс 5 градусов. Удачного вам дня! Кавказ Если говорить на чистоту, это стало моим первым большим приключением. И вообще в путешествиях я полный дилетант. Все маршруты, явки, пароли, съемные квартиры были в компетенции парней. Поэтому я даже готовиться особо не стала. Набила чемодан платьишками, косметикой, шляпками и полетела навстречу приключениям. Ну что, Кавказ, встречай рыжую бестию! Баку – самый большой город на Кавказе, самый крупный порт Каспийского моря и много чего еще можно прочитать в Википедии. Наши герои поднялись в воздух в Москве и спустя 3 часа ступили на землю в столице Азербайджана. Бакинский международный аэропорт имени Гейдара Алиева. Отсюда и начнется путешествие по Кавказу. Вон там стоят известные бакинские такси «Баклажанчики». Баклажанчики-то баклажанчики, да больно дорогие они оказались. 25 километров за 18 долларов или 30 монат, если калькулировать в местной валюте. Самый экономный вариант, конечно, обычный рейсовый автобус. Первостепенные наши задачи – поменять рубли на монаты и купить проездной. Полиция нам в помощь. Запаситесь мелкими купюрами. Сдачу автомат обучен выдавать исключительно монетами. Сам единый проездной – баки-карт – стоит 2 монат. Одна поездка в общественном транспорте – 0,2 монат. Автобус-то! Автобус! Ушел! Ну ничего, следующий будет через полчаса, точно по расписанию, как сказал этот симпатичный полицейский. А вообще автобусы в аэропорт курсируют круглосуточно от станции метро 28 мая. Правда, ночью они ходят всего раз в час. Вот так и воруют здесь девушки! Спокойно, тепло, да я не поняла еще! Автобус до аэропорта – самый дорогой из всего общественного транспорта Баку. Но даже эти полтора монат – ерунда по сравнению с баклажанчиками. А разница в пути всего 10 минут. Пушка! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Команданты нашел наш отель. Что помешало нам заселиться в хостел, как нормальные люди? Узнаете уже завтра. Не проспите. Сегодня день рождения отмечает писатель, драматург, историк Эдвард Родзинский. В 89 лет исполняется актеру театра и кино Ивану Краско. А еще в этот день, 119 лет назад, родился языковед, автор хрестоматийного словаря русского языка Сергей Ожегов. Доброе утро! А мы к вам в школу на день открытых дверей. Так все уже началось. Ну а подсмотреть-то уроки можно? Ну если тихо, то можно. Хорошо. Ну пойдемте. Саморазвитие, воспитание, хорошее образование и крепкое здоровье – это теперь тренд. Школа комплексного развития «Эй Мэй Скул» начинает учебный год и открывает двери любознательным детям, подросткам и даже взрослым. С удовольствием занималась, ей очень понравилось. И с соленым тестом первый раз работала. Поэтому все удовольствием. Гости знакомятся со школой на мастер-классах по современной хореографии, художественному творчеству и актерскому мастерству. Это, конечно, навыки правильного дыхания, развиваем фантазию, раскрепощение. То, что в принципе нужно каждому человеку в жизни, уже там навык самопрезентации. Уютные залы, продвинутые занятия и профессиональные внимательные педагоги. В новом учебном году программа «Эй Мэй Скул» включает этикет, актерское мастерство, современные танцы и хореографию, курс «Здоровая спина», художественное творчество, имидж и фотоискусство. Также подготовка к школе и иностранные языки – английский и китайский. Мы единственная мастерская школа именно комплексного развития. Наши дисциплины не преподают в общеобразовательных школах, в дошкольных образовательных учреждениях. Мы воспитываем успешных, уверенных в себе личностей, развиваем их со всех сторон. Новое направление, воспитывающее умение преподнести себя в обществе – школа моделей. Это курс длиной в 4 месяца, который могут посещать юноши и девушки от 10 лет и старше без возрастных ограничений. Занятия проходят по воскресеньям. Программа включена также актерское мастерство, дефиле, танцы и фото, видеопозирование. То есть достаточно также большой комплекс дисциплин. Запись на курсы школы комплексного развития AMA School уже открыта. Информацию ищите по телефону и в социальных сетях. Помните, для учебы и саморазвития нет никаких преград и пределов. Леана Мхитарян, Антон Батаев, ТВ21. Все выходные мы разыгрывали билеты на концерт группы «Сплин». Победителя объявим сегодня, так что чаще мониторьте соцсети. Возможно, ваше имя уже опубликовано в группе ВКонтакте ТВ21. Я желаю вам удачи. Ищите новые возможности всегда и во всем. И завтра в эфире вместе с Ваней Герасимовым. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова